Друзья, всем привет! Сегодня мы смотрим этюд, написанный Шопеном. Опус 25, номер 2. Вот мне как раз в комментариях просили об этом этюде. И в принципе, я так скажу, что я его никогда не играл. И вот сейчас как раз такой будет маленький обзорчик, я его буду смотреть, поиграю. Здесь как бы сложность в полиэтмии. И на самом деле, в принципе, как бы такой сложности нет для меня. Почему? Потому что просто басовая нота, на одну басовую ноту идут две ноты, написанные в правой руке. То есть вот, поиграв, я понял, что здесь как бы ничего сложного нет в этом. Иногда этот этюд, кстати, называют пчелки. Я не знаю почему. И есть такая легенда, что, в принципе, это называли исполнители, критики. А сам Шопен этюды своей не называл, не давал им названия. Просто номер 2, номер 5, номер 12 и так далее. Тот же революционный, да, назван Францем Листом. Ну, опять же скажу, что надо учить отдельными руками. Правой рукой, левой рукой. Как мы видим, сейчас вот очень красивый такой бас, такая басовая линия, такой гармонический красивый фон создает. Главная тема, естественно, у нас в правой руке. Главная тема, естественно, у нас в правой руке. Как красиво подобрано Шопеном, такие гармонические красивые ходулины. И смена тональности очень красиво звучит и благородно. Вот можно отдельно поиграть в эти гармонии. Советую также разобрать их. Какая гармония идет, зачем. Будет просто понять вам гармонический язык этого произведения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Шопен вообще любит опевание звуков. То есть, допустим, если нота до, то рядом си, рэ, бомоль, напевы. Какие-то такие интересные получаются. И само собой разумеется, можно как-то запутаться пальцами. Достаточно такой интересный этюд. Ну, понятное дело, этюд направлен на развитие беглости правой руки. Очень такая мелкая техника. В принципе, я бы сказал, очень полезный этюд. А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Это вот такой метроритм, что ли, вальса. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился такой формат видео. Ставьте лайк, пишите свой комментарий и уже увидимся в новом видео. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok